Она объясняет, что в ноябре было предписание снять эту вывеску, а вывеска поднята в повешении января месяц. Вообще странно что-то. Ни предписания ничего не дают, официально ничего не сообщают. Вешать вот такие рекламные плакаты на фасадах жилых домов запрещено. Однако за свое рекламное имущество собственники стоят до последнего. Отговорки всегда одни и те же. Предписания не получали, что рекламу без разрешения вешать нельзя, не знали. Уверяют, с жителями все согласовали. ЖЭУ поставили в известность. Я когда в рекламной кампании заказывал, они сказали, что не надо согласовываться. У нас же ни реклама, ни пива, ни водки. Ни реклама никакой фирмы, ничего. Абстрактная, живая рыба. Почему я должен снимать? Нередко обиженные собственники даже пишут заявление в полицию. А бывает отстаивают баннеры грудью. Фасады домов, согласно жилищному кодексу, общедомовое имущество, за использование которого частные предприниматели должны платить. Это дополнительный источник финансирования управляющих компаний, которые могут направить вырученные деньги только на домовые нужды. Как правило, законное сосуществование оказывается на руку и жителям, чьи дома будут лучше обслуживать, и владельцам вывесок. Можно быть спокойными, что баннеры внезапно не исчезнут с фасада дома. Они должны собрать пакет документов. Первый пакет – это разрешение собственников на то, что собственники разрешают использовать общедомовое имущество с целью размещения чего-либо. Следующее – заключить договор с управляющей компанией. Соответственно, если их конструкция попадает под понятие рекламы, соответственно, собрать остальные документы и передать их для получения разрешения в администрацию. Если документов нет, выход один – демонтаж. Баннеры сотрудники управляющей компании увозят в ЖЭУ, где собственники могут получить назад свое имущество вместе со счетом за снятие вывески и ее хранение. Отговорки владельцев, мол, ничего не получали, беспочвенные. Специалисты утверждают, на всех предписаниях стоят подписи получателей. Уведомления представители управляющей компании выдают регулярно, уже более полутора лет. В жилом фонде компании около пяти тысяч частных объектов, находящихся в домах. Как правило, отделения банков и сетевые магазины предписания исполняют сразу. Проблемы возникают с мелкими предпринимателями. Что касается жителей, многим реклама на фасадах просто не нравится. Порнограды навешивают всякую, смотри, что. Некрасиво это все. В одном формате тогда сделать как-то все это аккуратно. Это вся пестрота, которая никакой пользы ни финансовой, ни эстетической не приносит. Весна шутит в управляющей компании время собирать рекламный урожай. Тепло и работать проще. За каждый выезд сотрудники компании снимают с фасадов около десятка незаконных вывесок. Алина Чемерис, Павел Пресняков, События.